Всем привет! Сегодня я решил записать еще один видеоурок на свой канал, и поэтому мы сегодня будем делать кое-что интересное. Это интегрировать иллюстратор с автор эффектом. Эффект, который мы будем добиваться, это будет выглядеть вот так. Так будут конструктивно собираться из мельчайших кусочков наши объекты, допустим, этот монитор, так же, как и этот телефон или эта игровая приставка. Вообще, идея видеоурока не моя. Идея взята с такого замечательного сайта, как VideoTools. Для того, чтобы найти этот видеоурок, вы можете вписать в поиск m-a-t-t-r-u-n-k-s. И в самом нижнем правом углу, я надеюсь, вы найдете векторная мошен-анимация с автор эффект C6. Здесь версия английская и, как я понимаю, французская. Поэтому, если вы ни на каком из этих языков не понимаете, то тогда вы можете посмотреть этот видеоурок. И, по сути, я буду показывать те же самые фишки, которые он использовал в своем видеоуроке. Давайте начнем с того, что мы нарисуем один из этих объектов. И, используя те же самые инструменты, которые мы будем сейчас использовать, вы сможете нарисовать и любой другой объект. Давайте возьмем, к примеру, вот этот компьютер, так как я думаю, что он довольно-таки сложный по конструкции. Но, не переживайте, по стилистике он очень простой, поэтому нарисовать его не составит труда. Чтобы мне было удобно видеть, что я рисую, я решил разделить свой монитор на две части. Это иллюстратор и After Effects, в котором у нас уже есть готовая картинка. Ну, для начала начнем с создания новой страницы. И здесь можно написать название вашего документа, скажем, Computer. Советую называть документы английским языком. Можете писать английскими буквами, что-то на русском, допустим, Computer. Так как это в дальнейшем вам поможет избежать корякулов на других компьютерах, которые не поддерживают русский шрифт. Теперь выберем профайл видео и фильм. Это для того, чтобы нам были доступны какие-то опции, как DVCPR-O HD 720 и 1080. Это стандарты, которые используются в YouTube и довольно популярные на других видео хостингах. После этого у вас появится вот такая вот страница с такими разлинованными зелеными пометками. Чтобы фон был непрозрачный, мы можем зайти, давайте я его увеличиваю там, Документ, Сетап. Если у вас русская версия, то вам нужно будет, в принципе, в то же самом месте будет располагаться эта кнопка, но будет называться на подогонах. Нажимаем на Документ, Сетап или Документ, настройки документа. Здесь нам нужно установить, что это не прозрачный фон, а белый. Выбираем, что сетка белая и второй цвет. То есть у нас видите сетка из двух типов, поэтому выбираем, что они оба белым цветом. По сути мы не заливаем цветом наш фон, а просто меняем квадратики на фоне цвета. Цвета квадратиков. После этого назовем наш слой, допустим, Computer, чтобы в дальнейшем, в Афтерфекте, у нас он был назван правильным, а не как Layer 1 или слой 1. После этого мы можем... Я опять-таки разделю экран на две половинки, чтобы мне было видно. И нарисуем квадрат. Если вам нужно нарисовать точный квадрат, не прямоугольник, вы можете задерживать Shift. Если вам не нужно это, вы можете просто рисовать у них без каких-либо клавиш. После этого, как мы нарисовали квадрат, отпускаем кнопку мыши и нам нужно выбрать цвета. Я выберу что-нибудь посветлее. Если вы хотите выбрать цвет не из палитры, которая здесь есть, и не используя вот эту панельку, а используя стандартную для Photoshop панель, вы можете зайти в Control Panel или же Window, здесь выбрать Color и здесь выбрать Color панель. Если она у вас не появилась, вы можете ее просто открыть вот так вот. Как только вы открыли, вы можете выбрать цвет, который вам нужен. Я выберу светло-синий, голубенький такой и оставлю эту панель, так как она еще пригодится. Теперь нам нужно выбрать параметры для обводки. Для обводки я выбираю темный цвет, сделаю немножко потушенную музыку и сделаю так, чтобы обводка была снаружи. Для этого мне нужно выбрать не по центру, не внутри, а снаружи. Собираем снаружи. Так, чтобы он не видится. А, угу. Интересно. Иллюстратор наш работает. Выключил. О! Не знаю, в чем была причина. Дальше выбираем центральную кнопочку. Это Round Join, что означает закругленные углы. Это квадратные углы. Это обкусанные вот такие вот углы. Это закругленные. Ну и теперь просто выбираю толщины. Можно указать. В моем случае, в принципе, 7 пойдет. Я думаю, что будет 6. После того, как вы уверены в том, что мы рисовали красивый квадрат, то, что вам нужно, вы можете приступать к рисованию других частей. Также выделяем этот слой. И рисуем второй квадрат, что будет означать нашим дисплеем для экрана. Проверяем. 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 Теперь нам нужно нарисовать. Используя инструмент. Тенту. Нужно нарисовать вот так. Чтобы такое не произошло, вам нужно выделить. Нажать на пустое пространство, чтобы выделение просто убралось. Или же нажать Edit и здесь Clear Selection. В общем, вы можете просто кликнуть на пустом пространстве. После этого вы выделяете слой и рисуете вот такую фигуру, что будет означать нашим бликом на экране монитора. Теперь нам нужно просто выбрать цвет. Выбираем цвет. Нажимаем OK. И выбираем обводку. Теперь вам остается выбрать прозрачность. В дальнейшем вы поймете, почему прозрачность лучше сейчас не указывать, а указать просто этот цвет. Скажем, если мы хотим добиться вот такого цвета, такого эффекта, мы просто выберем цвет потемнее, правильно? Почему? Вы узнаете, когда мы перейдем к анимированию этой сцены, этих объектов. Теперь нам остается нарисовать вот эти отдельные части. Используем те же самые инструменты. Так, нам нужно выбрать цвет, который у нас здесь. Для этого использую пипетку. И, в принципе, весь стиль скопировался просто на этот объект. Как вы видите, этот объект находится спереди. Для того, чтобы его убрать назад, вы можете вот так вот открыть всю иерархию и расположить как вам нужно. Вот этот объект, который у нас есть, он находится на самом верху, поэтому его относим назад. Убираем выделение. Выделяем слой. Теперь нам нужно нарисовать вот такую вот игру. Мы можем это сделать, используя темплы. И то же самое вы можете сделать, используя обычный ректангл. Сначала рисуем таким вот образом. Потом выделяем Direct Selection Tool, что даст нам возможность выделения этих точек. Выделяем точки. Нужно выделить обе точки. И теперь нам нужно их вытянуть. Так, мы не можем сходить по инструменту. Так, и... Нужно их просто так вот вытянуть. И... Теперь обратно убираем выделение. Чтобы случайно не косять поверх. Как вы видите, у меня появляются вот такие вот линии зелененькие. Цвета зеленого цвета. Что означает... Давайте посмотрим точно их названия. Smart Guides. Это... Как бы линии-помощники, которые дают вам возможность точно... В точности указывать позицию точек. И не ошибиться, не поставить их в неправильное место. Они будут давать вам возможность... Если, допустим... Скажем... Вы хотите поставить точку именно рядом по этой линии, по этой оси. Она вам просто будет показывать... Зеленым цветом... Что вот она это вот. И сюда ты можешь вставить точку. Так, после того, как мы нарисовали... Наш монитор. Что мы можем сделать? Это... Создать новый слой. Так как... Ну, это на ваше усмотрение. Но... Так как мои... Объекты... Которые находятся на этой сцене. Они созданы отдельно. Что-то дает эффект... Для отдельных частей... Свой. Что это не один объект. А отдельные части. Анимация получится у нас гораздо интереснее. Ну, вы можете сделать... На свое усмотрение. Напишем... Keyboard. Что означает... Клавиатура. Вы можете просто взять клавиатуру. Те же самые инструменты. Далее... Я создам еще новое слой. Назову... Маус. Это мышка. Здесь нарисую... Вот такую вот... Мышку. Мы... 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 Немножко... Ее... Поредактируем. Можно убрать... Эту точку. Но для того, чтобы убрать... Не делайте ошибку... Нажав... Delete. Если вы нажмете Delete. У вас просто удаляется... Связанность... Линий. Для того, чтобы убрать... Эту точку... Вы нажимаете... Просто на... Remove Select Anchor Points... Которые появляются... При использовании инструмента... Direct Selection Tool... Или же... Используя инструмента... Pen Tool. Если вы используете Pen Tool... Тогда вы просто подводите... К этой... Точке... И нажимаете... Для того, чтобы... Двигать... Вот этими... Handle... Или... На русском... Ручками... Рычагами... Вам нужно... Их... Сделать... То есть... Создать... Сейчас мы видим... Что нету... Рычага на правой стороне... Поэтому я... Сначала... Беру... Рычаги... Выделяю... Точку... Убираю... Рычаг... И добавляю... Рычаг... У нас появился... Еще один... Рычаг... И... Теперь мы можем... Просто... Двигать их... В разные стороны... После того... Как вам... Нравится... Результат... Вы можете... Еще раз перепроверить... Все группы... Чтобы у вас не было... К примеру... Вот такой вот ситуации... В данном случае... У нас... Два... Разных... Объекта... Что в принципе... Никакой ошибки... Не сделает... В дальнейшем... Но... Я люблю... Обращать их... В один объект... Поэтому я просто... Уделяю два слова... Перехожу... Объект... Объект... И... Компоунд... Тест... Создаю... Просто... Один... Слов... В принципе... Можно оставить... И так... Как было... Ошибки... Это никто не сделает... Даже... Я бы сказал... Она будет смотреться... Гораздо... Интереснее... Для... Объект... Таким же способом... Вы можете создать... Любые другие объекты... Поэтому... Я просто... Закрою... И... Буду использовать... Объект... Который... У меня есть... В... Object File... Который... Я... Так же... Постараюсь... Ставить... На каком-нибудь... Файл... Хостинге... И... Вы... Чтобы в дальнейшем... Смогли... Использовать... Переходим... В After Effects... Итак... Для начала... Давайте... Введем... Новый документ... Опять же... На After Effects... И... Теперь... В пустом... В пустой панели... Прозвищем... Мы можем... Два раза... Кликнуть... По пустому месту... И... Нам нужно будет... Выбрать... Наши... Векторы... Вы... В принципе... Тоже можете... Использовать... Векторы... Созданы... Photoshop... Но... Только... Те... Которые... Используют... Векторную... Один... Один раз... То есть... Выделяете... И... Здесь... Вам нужно... Выбрать... Заместо... Открыть... Открыть... Что... Просто... Закинет... Ваш... Файл... Как... Adobe Illustrator... Объект... То есть... Вы... Его... По частям... Выберите... Все объекты... Разделенные... Разделенные... На части... Выберите... А... В Composition... Вы... Как раз... Сможете... По... Composition... Retained... Their... Size... У Вас будут... Остаются... Какие-нибудь... Ошибки... Поэтому... Выберем... Центральный... Composition... Так как... Я... Использую... Довольно... Часто... 3D... Опцию... After Effects... С6... Я... Ее... Просто... Каким-то образом... Но... Если... Мы... Не использовали... Никогда... 3D... Тогда... Просто... Наши... В этом... Не... Видеть... Итак... У нас... Есть... Композиция... Десктоп... В которой... Если мы два раза кликнем... Располагаются... Наши объекты... Мы... Поняли... Это те слои... Которые... У нас... Были... В иллюстраторе... Keyword... Маус... Компьютер... И... Shadow... Мы... Shadow... Не создавали... Но... Shadow... Это... Довольно-таки... Простой... Объект... Как вы видите... Это... Просто... Используя... Pen Tool... Тоже... Нарисовали... Так... Давайте... Посмотрим... Что у нас есть внутри... Внутри... Собственно... У нас... Ничего... И... Нет... Так... Это... Объекты... Adobe Illustrator... Нам нужно их превратить в... В... Векторную... Графику... After Effects... Для того... Чтобы это сделать... Нам... Просто... Понадобиться... Нажать правой кнопкой... И... Конвертировать... То есть... Create Shape... From Vector Layers... Это означает... Получить... Получить... Фигуры... Из... Векторных слоев... Беспрата... То же самое... Вы можете сделать... Нажав на... Layer... И... Create Shape... From Vector Layers... Вот... То же самое... Также... Хочу заметить... Что... Тот слой... Который мы конвертировали... Он просто... Стал... Невидимым... Вы можете... Его просто удалить... Но... Так как... After Effects не знает... Может понадобиться... Вам... В будущем... Он просто... Его не удаляя... А так вот исчезает... Убирает его... С... Видимо... То же самое... Вы можете сделать... С... Маус... Компьютер... И... Shadow... Я не буду удалять... Эти слои... И... Просто их оставлю... Теперь... Хочу заметить... Что... Слой... С... Тенями... У нас... Получился... Без... Ну... Конвертировался... Без... Параметра... Opacity... Без... Прозрачность... 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 Ни как не... Не переводится... С... С... Ну... Поэтому... Нам... нужно... Самим... Указать... Поэтому... Когда я Вам... Говорил... что прозрачность лучше не использовать я имел как раз это будет после конвертации прозрачность просто не будет использована также в мониторе зайдем в contents и найдем этот объект с бликом заходим в группу 1 переходим в трансформу группы и здесь опять ставим на 30 также нам нужно будет поменять локации на этих нижних частях и там где вам нужно поменять вы все это можете сделать в таком же принципе я не буду долго с этим родиться поэтому оставлю это для вас давайте добавим эффект точнее давайте сначала добавим группу которая будет эти все группы объединять для того чтобы нам было очень удобно использовать наш объект для этого я просто нажимаю на contents и выбираем new и здесь нам нужно так как я не знаю здесь должна быть группа а не здесь здесь давайте посмотрим так чтобы создать группу нам просто нужно нажать на add добавить и нажать на группу теперь нажав enter при этом выделив эту группу мы можем ее терминоваться назовем ее давайте перейдем для того как мы это сделали нам гораздо удобнее будет использовать эту группу давайте перейдем собственно к эффекту который мы хотим добиться для того чтобы создать этот эффект для того чтобы создать этот эффект нам нужно добавить trim path trim path trim path будет добавлять эффект отрезания и укорачивания линии давайте посмотрим это на таком простом примере как обычная линия я создаю линию и она у нас заполнена цветом но заполнена она автоматически как мы видим мы даже не закрыли эту фигуру не зациклили ее она у нас раскрыта но все равно она у нас залита в таком же случае так и эти объекты которые у нас в компьютере в этом объекте давайте посмотрим что будет происходить если мы добавим в него trim path как вы видите по сути контур создается появляется и таким образом заливка тоже потихоньку появляется если мы уберем из shapes fill просто напоследуем и сделаем path шире мы увидим этот эффект еще более подробно также у вас есть возможность передвинуть начальную точку конечную точку и двигать эту фигуру уже относительно линий которую мы создали довольно интересный эффект поэтому советую вам его досконально изучить и использовать свой проект вы можете использовать этот эффект в таком случае допустим как если вам нужно добиться эффекта написания такого текста скажем это j ok и так далее если вы хотите чтобы они вот эти дипофки у вас вписались это два трехи вы можете использовать дипофки теперь давайте возвращаемся к теме так нам нужно создать кадр и его переместить вот таким вот образом допустим на пять на пять секунд вперед как я могу увидеть что это на пять секунде а не на какой-либо другой это используя шкалу времени здесь мы видим 05s это 05 секунд 10 секунд 15-20 секунд или же посмотрите здесь можно указать точно какое время поставить кадр возвращаемся обратно перемещаем параметры на 0 теперь у нас будет вот такой нажав на клавишу 0 на нам блок номер на панельке с правой стороны от вашей клавиатуры на вашей клавиатуре вы можете примерно посмотреть анимацию видите она довольно-таки я не могу ускорить за счет передвижения кадра теперь она уже длится не пять секунд а гораздо меньше теперь она у меня длится одну секунду мне этого достаточно я нажму выберу эти ключи и нажму Shift F3 чтобы перейти в режим редактирования графики Graph Editor здесь мы можем наблюдать кривую нашего движения то есть наших двух ключей по сути параметр как вы видите это изменение его внутреннего числа от нуля до какого-то конкретного числа в данной точке до стран процентов и на этой шкале мы можем видеть что на 18 кадре точнее не до секунды у нас 42 процента на параметр 6 4 2 0 и для того чтобы дать этому эффекту более motion графики стиль можем в начальной для начального кадра сделать из из out что означает замедленно потом ускоряться потом замедляться из 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 замедляться к нему то есть у нас получается эффект от медленного к быстрому и потом обратно к медленному дали нам нужно разбросать эти объекты давайте создадим еще один эффект я опять таки нажимаю shift F3 чтобы вернуться в режим ключей и нажимаем shift так после того как мы уже создали этот эффект нам нужно добавить еще один название wiggle transform wiggle это тряска и transform это перемещение из этого следует что мы будем брать отдельные кусочки из которых состоит наш компьютер и раскидывать вокруг нам нужно убрать сразу эффект тряски постоянным чтобы он постоянно не трясся мы убираем wiggle seconds на 0 теперь они будут статичные наши объекты для того чтобы раскидать наши кусочки объекты нам нужно использовать параметр position так как они в конце концов соберутся все объекты я создал ключ на данный момент position 0 поэтому все объекты собраны также нажал view для того чтобы увидеть все ключи моего слоя после того как мы создали наш один кадр я его оттащу немного назад чтобы создать другой кадр которым будем раскидывать объекты вы можете вписать сюда определенное число которое нужно допустим 2000 и 3000 и теперь передвинув ключи на свои места мы получаем вот такой эффект объект сейчас можете наблюдать что все эти объекты перемещаются довольно таки линейно если вы не знакомы с этим свойством он означает что по сути если мы зайдем в shift f3 опять в граф editor что здесь никакого вот такого или вот такого эффекта нету то есть из out из in не присутствует замедление или ускорение кадра но нам нужно это добавить допустим мы хотим чтобы в конце объекты замедлялись я двигаю эту 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 немного левее и мы получаем вот такой вот эффект мне кажется нужно еще чуть-чуть побольше подвигать довольно интересный эффект получается в стиле motion так обратно переходим на 3 вид кадров и теперь что вы можете сделать это немножко переместить ключи которые срезают наш объект используя клавишу alt и клавиши вправо влево таким образом вы можете создать свой уникальный эффект и также хочу заметить что если мы выберем наш объект у нас появляются вот такие вот контуры которые немного отвлекают нас от самой анимации поэтому припрос убрать я просто нажимаю на view show layer controls что просто не будет показывать эти так сказать хелперы помощники теперь мы можем спокойно просматривать нашу анимацию так если вы с этим эффектом вам нравится этот эффект и вы довольны вы можете переходить дальше и анимировать другие части но если вам не нравится вы можете немного подредактировать допустим вам не нравится что объекты просто собираются статично и они не крутятся скажем transform ну для этого просто нам нужно использовать этот параметр rotation который находится внутри view transform давайте еще раз нажмем view чтобы оно было видно и перенесимся на этот кадр я закрыл и открыл для того чтобы видеть все параметры и не только те которые создаются ключами нажимаю на stopwatch ставлю ключ нажимаю f9 f9 и захожу на начальный кадр также еще интересные интересные и очень важные ключевые моменты это использовать код keys вот я нажимаю j in k j k на клавиатуре и перехожу между ключами которые у меня созданы вот перехожу использовать j назад перемещаю rotation скажем на 200 теперь если я вас произведу они у меня будут так вот поворачиваться и собираться что придаст более интересный эффект также мы можем добавить очень интересный эффект это немного рандомайзинга используя вот такое вот кручение для этого нам чтобы не создавать ключи везде мы просто можем нажать используя клавишу alt нажать на stopwatch таким образом мы вызовем expression и здесь можем вписать time умноженное на 100 в данном случае time означает время шкала времени и она умножается на 100 100 почему на 100 потому что скорость которая будет получаться умножая на 100 будет не такая уж большая и не такая уж маленькая поэтому это то что вы можете по своему вкусу настроить скажем мне кажется что немножко быстро поэтому я немножко могу умножить скажем на 50 скажем по сути вот этот time означает то что здесь написано мы от парси от парси парси рована до интеджера то есть здесь у нас 1 1.03 у нас будет только 1 то есть 1 будет умножаться на 50 и будет давать нам 50 0 на 50 0 вкручение никакого нету здесь вкручение таким образом мы получаем этот эффект после того как мы этот эффект уже создали мы можем просто клонировать этот эффект на другие наши объекты как это сделать для этого нам нужно зайти внутрь зайти в контент и кстати transform trim path нужно поставить снаружи в принципе ничего не поменяет что в принципе не повлияет на нашу анимацию теперь выделяем оба этих эффекта мы нажимаем ctrl c c переходим на объект который нам нужно также соминировать нажимаем ctrl v если сразу же вы воспроизведете у вас будет вот такой эффект довольно таки интересно смотрится но вы можете уже побаловаться и зайти внутрь допустим в клавиатуру допустим вам не нравится как клавиатура собирается вы можете немножко как randomize эффект используя random seed вы можете выбрать конфигурацию которая вам больше всего подходит ну в принципе этот эффект можно также копировать и на другие объекты давайте опять таки импортируем сюда какой-нибудь объект скажем game выберем как композиция зайдем внутрь определен каждого век и следим для них shape почему почему они не отобразились почему это не известно давайте еще раз попробуем его импортировать импортировать композиция композиция и воспроизведя у вас получится эффект вы можете его копировать хоть куда ну на этом в принципе урок заканчивается до новых встреч пока не пока Продолжение следует...